Согласитесь, что кинотеатр у многих из нас ассоциируется исключительно с площадкой для развлечения и позитивных эмоций. Да, если речь идет о комедии или драме с достаточно простым сюжетом. Но не в случае, когда в прокат выходят очень сильные и глубоко философские ленты. Именно к таким можно отнести фильм «Зоя». На его показ специалисты российского центра отправились вместе со студенческим активом Брестского государственного технического университета. Мы сотрудничаем с Брестскими вузами уже давно, много лет. Это абсолютно разные проекты. Это, конечно, в первую очередь направлено, как вы правильно сказали, на патриотическое воспитание молодежи. И в нашей практике уже вот такие просмотры стали традиционными. Мы с ребятами ходили, со студентами технического университета, ходили на просмотр фильма «Подольские курсанты». Российская премьера была, российская кинолента. Вот сейчас вышел фильм «Зоя», посвященный подвигу Зои Космодемьянской, которому исполняется в этом году 80 лет, как и начало Великой Отечественной войны. Нам приятно, что ребята отзываются, что им на самом деле эта тема интересна. И, конечно, в наше время, наверное, кино является более таким доходчивым средством для того, чтобы ребята могли воспринимать историю, изучать эту историю. И поэтому сегодня мы все здесь. Каждый, кто оттуда возвращается, уже другой. Внутри другой. Кинокартина рассказывает о судьбе известной партизанки Зои Космодемьянской. Попадая в засаду, а после и в плен, девушка не сказала врагам ничего, что могло бы сорвать выполнение задания другим группам. Ее подвиг воспламенил миллионы сердец, помогая советским солдатам дойти до Берлина. А еще впечатлил и современную молодежь, дав пищу для размышлений и духовных поисков истины. Кинотеатр посещаю довольно часто, и, в принципе, тема Великой Отечественной войны очень интересна. Много фильмов посмотрел по этому поводу, и данный фильм тоже очень интересный. В нем был раскрыт подвиг Зои Космодемьянской. Фильм очень эмоциональный, насыщенный, очень понравился. Мне кажется, что тема войны, она очень актуальна сейчас и для нашей молодежи. И, мне кажется, всем было бы очень интересно посмотреть этот фильм, потому что он очень красочный, полный, раскрывает всю картину. И, мне кажется, что нашим студентам стоит посетить данный фильм, потому что он действительно достойный того, чтобы его посмотреть. Во фише кинотеатра «Беларусь» еще ряд не менее захватывающих премьер. Некоторые, к слову, состоятся в преддверии 23 февраля. А почему бы не собраться и провести выходные в компании близких за просмотром интересных и весьма популярных кинолент? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!